Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Даша и в сегодняшнем видео мы распакуем, ну, не посылку, а покупку из магазина Брависсимо. Это магазин итальянских тканей. Филиал его есть в разных городах, на самом деле. Он иногда называется Брависсимо, а иногда называется Кутюрье, насколько я знаю. А также есть эти магазины в инстаграмах, тоже можно найти разные сети. Например, так я искала трикотаж, который кончился в нашем Брависсимо. Я искала по другим сетям Брависсимо из разных городов, потому что мне нужен был именно такой трикотаж. Но сегодня речь пойдет об тканях на мои задумки на пошив 2021. Я снимала такое видео с своими швейными планами, приходите, смотрите, оттуда уже потихоньку будут воплощаться мои идеи. Первый шаг я сделала, чтобы эта ткань купила. Оказался вот такой вот нелегкий мешок, моя нескончаемая улыбка на лице, потому что здесь есть ткань на платье от Шанель, которые мы с вами будем шить на канале. Эта ткань, на самом деле, идеальная. Я ее немножко сначала представляла по-другому, но когда я начала выбирать, я поняла, что вот именно эта ткань для меня идеальна. Это твит из хлопка, потому что платье я буду шить коротким рукавом, вот таким, ну, здесь появится картинка, и короткой длины. И оно будет рассчитано на весну, лето. Обычно твит идет шерстяной, ну, либо полиэстер. Я видела также твит в интернет-магазине Руна. Вот там он полиэстеровый, который мне понравился. И я не знаю, насколько он тонкий, толстый, колючий, не колючий. Мне он там тоже понравился, но я решила еще сходить в магазин брависсимо и не прогадала. Там мне понравились несколько тканей более плотных, и они как раз-таки с шерстяной нитью. Они больше подходят на костюм, бомбер, шанель, на жакет. Вот эта ткань будет идеально подходить именно для платья. Она нетипичная такая шанелька. Она без определенных таких вот нитей в плетении, то есть в шанельке очень много разных разноцветных нитей плетено. Здесь же основная нить бежевая, такая кофейная, и молочная. Из этой ткани будет хорошо получаться бахрома. Я уже немножко попробовала, потому что бахрома мне была важна. Платье шанель, ну и вся вот эта мода на твит, она предполагает бахрому. Ткань сама по себе простая, вот, но вот этими деталями бахрома, карманы накладные. У меня будут красивые пуговицы, я их тоже там нашла и купила сразу. И, в общем-то, если у вас хорошее воображение, то вы уже понимаете, что вот эта ткань будет хорошо смотреться на этом платье. На что я обращаю внимание? Я обычно обращаю внимание на, не колется ли ткань. Ну, в этом случае как бы ткань из хлопка и, скорее всего, она бы не кололась, она и не колется. Дальше я смотрю на просвечиванность, то есть будет ли ткань светиться, нужна ли здесь подкладка, грубо говоря. На летние изделия я не очень люблю подкладку, особенно если, ну, это как бы не очень тонкая ткань, если там ткань прошива или шитье, или там батист, или еще что-то, конечно, лучше поставить подкладку, ну, хотя бы на юбку. Но мне здесь было важно, чтобы ткань не просвечивалась. Фасон платья предполагает пошив без подкладки. Конечно, можно заморочиться сделать какую-то подкладку, но я не хочу, вот просто я не хочу. Мне нравится фактура ткани, она очень хорошо драпируется, ткань мягкая и не мнется, кстати, несмотря на то, что это хлопок. На сминаемость, как проверяем, тоже проверяем непосредственно в магазине, сминаем и смотрим. Даже если какие-то незначительные сминаемости, какая-то незначительная присутствует, то за счет переплетения нитей, ну, практически ее не видно. Я взяла ткани 2 метра. Я думаю, мне этого хватит на платье. Я просто не делала еще выкройку и расчет на ткани, я взяла немножко, мне кажется, даже с запасом. Вот, буду отчитываться уже в видео, сколько мне ткани понадобилось в действительности. Вы можете посмотреть в моем швейном блоге, как я выбирала между какими-то видами ткань. Я там показываю с ценами, но вот эта ткань вышла супер дешево. Там в бровисме сейчас скидки. Ткань стоила без скидки 865 рублей, а со скидкой она сейчас стоит 50%, то есть это 430 рублей. За 2 метра я отдала 865 рублей. Если бы не было скидки, это метр столько бы стоило, то есть я сэкономила в 2 раза. И я сразу же там купила пуговицы, потому что если я знаю, что я уже, что я буду шить, лучше сразу подобрать фурнитуру, если она там есть. В бровисме очень хороший выбор необычных красивых пуговиц. Они тоже итальянские. Такие пуговицы я нигде еще не видела, а у меня большой опыт в походах в магазины тканевые и фурнитурные. И вот такие пуговки я приобрела для этого платья. Они меня на самом деле покорили, потому что они металлические, они очень такие увесистые, тяжелые. В них камушек. Были такие похожие еще пластмассовые, но это вообще, конечно, небо и земля. Вот так будет смотреться на платье. Там нужно 3 пуговки и дальше там пойдет отрезная линия. Пуговица одна стоила 90 рублей и у меня по карте клиента 10 процентов скидка была. Ну, соответственно, 81 рубль за каждую пуговицу. Конечно, это не супер дешево, но если вот пуговиц внутри, то, я думаю, стоит потратиться, так как фурнитура играет большую роль. Особенно, когда у вас простая ткань. Они как будто даже слегка винтажные. Следующая ткань это для жакета трикотажного по выкройке бурта. Будем тоже шить на канале обязательно. Трикотаж леопардовый, понимаете, да? Я думаю, что леопард это тот принт, который теперь уже долго не выйдет из моды и становится классическим наряду с горошком, клеткой и полоской. Весь вот этот Animal Print, мне кажется, что будет актуальным еще очень долго. Ткань достаточно такая тяжелая, увесистая. Это трикотаж вязанный, но, тем не менее, он не сыпется. То есть, он сделан как полотно. То есть, бывает, знаете, такая вязка, когда ее режешь, ну, как бы видно, что ткань распускается. Вот, вот эта вязка распускается. А эта вязка очень плотная, очень плотная. Ткань тянется и по долевой, и по утку немножко тянется, но не так, чтобы прям вот как гармошка растягивать связанный трикотаж. На лицевой стороне у нее ворс. Ворс имеет направление небольшое такое, ну, я бы сказала даже, что это не ворс имеет направление, а петли имеют направление. И за счет этого, как бы, ворс немножко направлен. Но я хочу сделать вот эту сторону лицом. Очевидно, что вот эта вот сторона является лицом в этой ткани, но мне кажется, что с этой стороны принт похож на более такой, на какой-то барашек. А вот с этой стороны очевидный леопард. И мне вот этот принт очень нравится. Но там в жакете шалевый воротник идет, и я думаю, что будет хорошо на контрасте сыграть. Вот так вот. То есть, сделать лацком воротника вот таким, а основной жакетик сделать вот такой тканью. По идее, из бурды там идет нашивка разных страз на пабу, по лацкану. И я тоже хочу это сделать. Мне недостаточно леопардового принта. А уже когда будет жакет готов, я прям выложу, пойду с этим жакетом выложу орнамент в магазине. И тогда уже будут покупать. То есть, заранее я не хочу покупать никакие бусины и стразы. У меня какие-то, кстати, есть. Можно будет попробовать из них. И если что-то, чего-то будет не хватать, то можно будет дополнить. У меня есть кюлоты белые, будут хорошо смотреться, я думаю. Также у меня есть джинсы, соответственно, будут с джинсами очень хорошо. Черные брюки у меня есть. На самом деле, там в бурде расход чуть ли не два с половиной метра написан, но я взяла два метра. На свой страх риск. Я знаю, что в бурде дается прям с большим преувеличением расход ткани. Посмотрим, как будет в этот раз. Уложусь или не уложусь, но обычно я такие жакеты в два метра прям за глаза укладываю. Посмотрим, надеюсь, что все получится. Состав этой ткани 100% шерсть, но он не колется. Кардиган, жакет надевается непосредственно на какое-то изделие, поэтому не так сильно важно, как в платье, но, в принципе, тоже хорошо. По цене 605 рублей 50 копеек за метр. За два метра получилось 1200. Следующий кусочек трикотаж. Это 95% вискоза. Тот типа микрофибры. Ну, на самом деле, мне кажется, это она и есть. Вот очень хорошо тянущаяся ткань и тянется в долевом направлении и по утку. Эта ткань создана для того, чтобы шить белье нижнее. Вот, я сделала первый шаг. На самом деле, при растяжении эта ткань даже не просвечивается и собирается обратно. То есть, как мы проверяем, будет ли вытягиваться у вас коленки, например, на трикотаже. Просто засовываем кулак в петельку трикотажа, натягиваем, отпускаем, смотрим. Вот эта ткань с идеальной упругостью. И я думаю, что именно вот из такой ткани идеально будет шить нижнее белье. Но, к сожалению, там был только черный цвет. Я хотела взять черный и бежевый. Я взяла один метр. Думаю, что мне этого за глаза будет на много комплектов. Просто взяла как расходный материал, чтобы был. Так, он у меня тоже шел по скидке. До этого он стоил 995 рублей, со скидкой 30% 696 рублей 50 копеек. Кстати, в магазинах бельевых микрофибра стоит дороже. И последняя ткань, которую я взяла тоже на кардиган из бурды. На самом деле, противоречивая ткань. Я очень долго стояла, думала над ней, если честно. Во-первых, она имеет ворс. То есть, кроить ткань с ворсом нужно в одном направлении. Плюс, она имеет очевидную большую крупную клетку. Это сейчас очень модно, но ее, эту клетку, нужно совмещать. А здесь остался кусочек метр шестьдесят. То есть, отрез оставался метр шестьдесят. Мне она очень понравилась. Но вот эти все вот минусы, которые... Ну, не то чтобы минусы, но в плане... Я не знаю, хватит ли мне этого кусочка, на самом деле, на ту задумку, которую я придумала. И ко всему прочему, здесь вот брак нитки идет вдоль. Теперь хорошо видно на просвет, что нитка пропущена. По долевой нити. Вот кромка. Вот нить. Она пропущена и прям по всей длине ткани. Вот. Это брак. Я предполагаю, что весь кусок был таким. Я сюда планирую вставить или пояс, или планку. Это тоже трикотаж. Он хорошо тянется по долевой нити и плохо по утку. Не тянется вообще совершенно. Но он очень красивый, на самом деле. Мне он очень нравится. И мне нравится эта горчичная вставка. И то, что он коричневый с черным. Поэтому я его, собственно, и взяла. Несмотря на все вот эти минусы, которые приключились с этим трикотажем, он мне очень нравится. Он такой лосненный, как бы даже немножко такой слегка поблескивает вот этот вот его ворс. И он тоненький. То есть его можно будет накидывать уже ближе к лету. Можно даже летними вечерами его будет накидывать прохладными. И мне нравятся такие вот ткани, как будто немножко винтажные. Не знаю. Вот я на него смотрю. Он как будто винтажный. Я вот не жалею, что я его взяла. Но очень хочется, чтобы хватило на мою задумку. Если не хватит на мою задумку, буду шить немножко другую задумку. В бурде написано, что нужно 2 метра. Я тут взяла 1,60 метра. Без скидки стоила 675 рублей. С 30% скидкой 1,60 метр я взяла за 735 рублей. Ну что ж, на этом все. Я надеюсь, вам было интересно. Я очень сильно люблю распаковки тканей. Особенно учитывая, что эти ткани чуть более эксклюзивные, чем в интернет-магазинах. И я давно не была в магазине ткани офлайн. Получился такой интересный забег и интересный улов. И скидки очень хорошие. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать видео о пошиве этих изделий. Ставьте колокольчик. Хотела бы сказать, что у меня появился швейный инстаграм. Я передела свою рабочую страничку в швейный блог. Поэтому в инстаграм я теперь тоже буду ввести блог о шитье. Так что заходите, подписывайтесь. Также вы можете поддержать мой канал на Boosty по ссылочке в описании. Там более узкий круг моих подписчиков может иметь эксклюзивную информацию и закрытый чат. Мне будет очень приятно с вами там встретиться. А я с вами прощаюсь и мы увидимся с вами в новом видео. Я всех целую и всем пока-пока!